Новостей немного. Главная новость это то, что мы на сегодняшний день стали получать из лаборатории первые результаты по повышению класса энергоэффективности двигателей серии АИР за счет использования наших технологий. Вот подтверждаются те же самые результаты, что мы получали на двигателях серии АД. Тоже и с Е1 мы получаем Е3 класса энергоэффективности. Ожидаемый результат, но для того, чтобы он прошел без боя, естественно, была выполнена очень большая работа. Приятно, конечно, когда на работу идут без боя, дают положительный результат, это приятно, но надо понимать, что мы на следующий день проводим те работы, которые уже отлажены у нас в какой-то степени. В связи с тем, что у нас на сегодняшний день уже есть подведенные результаты, они оформлены в определенной степени, в основном подготовленные заключения и описательная часть. Поэтому мы ставим перед собой следующей задачей все разработки, которые закончены, те, которые мы выполняем сейчас в инициативном порядке, внести в государственный реестр, в единый государственный реестр разработок. Есть такой реестр, но, наверное, не знаю, может, кто слышал, я сейчас ссылочку попробую дать, я в чат выложу, я в чат номер один, я его положу, потом зайдете, посмотрите. Значит, зачем мы это делаем? Это делается для того, чтобы заинтересованные лица могли познакомиться с результатами наших работ не только на сайте, но и привычным путем в едином государственном реестре. Поэтому это практика еще советских времен ведется, там каждый заинтересованный, может, организация заинтересована, может, познакомиться с результатами и принялись решения о целесообразности, либо нецелесообразности, используя эти разработки в своей технико-экономической деятельности. Это, конечно, потребует еще определенных усилий, но в то же время эта работа позволит ввести все результаты к единому образцу предусмотренных ГОСТами и нормативным документами. Это уже, в принципе, можно говорить о том, что те работы, которые мы выполняем по двигателям 90-100 геабарита, они приобретают завершенный вид. Ну, это работа для нас, так скажем, известно и понятно, но что касается двигателей, мы ранее ее не проделывали. Следующая информация, значит, мы сейчас начали еще один большой, подняли большой пласт работы, инициировали, и связаны с тем, что вот неоднократно задавали вопрос, а куда и как инвестировать в дальнейшем, каким работам. Ну, вот мы обсуждали этот вопрос на вебинарах, возвращались к нему, потом откладывали, опять, опять и опять. Но надо понимать, что стартовать с новой программой инвестирования, просто вот так вот рассказали, не получится, никто это делать не будет. Для этого надо подготовить ряд документов, причем эти документы в значительной степени будут отличаться от тех документов, которые мы готовили для проекта создания инженеринговой компании. Потому что это уже проект создания производства двигателей синхронных, вообще помышленных значений, габаритных размеров от 90 по 132. И так как это производство, значит, для производства нужны несколько иных документов, другие обоснования, позиционирование на рынке, другое, все несколько иное. И вот для того, чтобы можно было этот проект рассматривать и, в принципе, сформировать бизнес-план. Так, опять у меня трансляция приостановлена. Поэтому я затрудняюсь сказать, меня видно, слышно? Здесь, коллеги. Если видно, слышно, поставьте плюсик, пожалуйста. Понятно. Можно тоже подвисать. Спасибо, коллеги. В этом такую работу мы инициировали. И даже уже выбраны площадки. И сделаны прикидочные привязки. Заводок этим площадкам оценочные. Все это пока только оценочные работы. Но, тем не менее, я думаю, полагаю, что эта работа будет сделана к середине следующего года. Потому что спешить здесь особо некуда. И этот проект можно реально рассматривать только после того, когда будет все более-менее. Понятно, с реальными сроками завершения вот этого проекта настоящего, с которым мы с вами работаем. И выведение его на полную мощность. И тогда можно будет говорить, насколько проект создания производства будет целесообразен. При этом надо понимать, что для многих инвесторов, для многих частников, партнеров, большой интерес представляет производство тяговых моторов, в том числе и мотор-колес. При наличии производства двигателей общепомышленного назначения, спрос на которые ясен и понятен, в достаточной степени более понятен, чем мотор-колес, то есть можно будет в планном порядке постепенно приступить к освоению серийного производства именно тяговых двигателей и мотор-колеса. Уже на действующем производстве. Это вполне реальная вещь. Потому что создавать отдельно предприятие под этим мотором, ну, это очень высокий риск. Очень высокий риск. И они не совсем оправдывают. Потому что заходить на те рынки, где спрос во многом определяется все-таки производителями транспортных сервис, ну, это очень рисково, неприятен. Поэтому для снижения рисков предлагается такая схема и модель, когда основное производство – это производство двигателей общепромышленного назначения. И уже на нем можно будет начинать производство тяговых машин. Потому что первоначально, естественно, объемы будут незначительные, единичные. Только уже при подтверждении можно будет выходить на реальный объем. Тем более, что нормативные документы по тягу электрической машины и мотору колеса, они еще недостаточно проработаны. Но я имею в виду государственное регулирование, стандарты и требования. И эти документы только развиваются. Еще непонятно, что будет. И с правовым регулированием правил дорожного движения, как будут соотноситься новые транспортные средства с другими участниками дорожного движения. Потому что на памяти есть пример Ирбиса, когда мы начали заниматься по скутерам, а потом правительство ввело обязательное требование по тому, чтобы те лица, которые управляют скутерами, обязательно имели права, обрушило рынок скутеров Российской Федерации в 12 раз. И, в принципе, эти работы, они не пошли, конечно, в корзину, но, тем не менее, были отложены на неопределенный срок. И мы вынуждены были перейти к разработке своего контроллера, потому что поставщики такие, как Кертис, они готовы работать с крупными потребителями, и, в противном случае, их продукция по цене просто неприемлема. Для малых транспортных средств в основном приемлема было бы для мотоциклов и крупных скутеров, которые на тот момент представляли очень малый сегмент на рынке. Поэтому так рисковать нельзя. Но в то время можно было рисковать, но сейчас такие риски неуместны. Потому что тогда это был стартап, сейчас этот проект таковым не является. Следующий момент. Мы ждем сейчас в лабораторию приезда представителей бизнеса для совместного подтверждения результатов полученных, для совместных тестов, для того, чтобы заинтересанты могли собственными глазами, со своими специалистами, проведя совместно повторивые тесты, могли убедиться в тех параметрах, которые мы декларируем, и подтвердить их, для того, чтобы мы могли продолжить переговоры о серийном производстве, о своей не серийной производстве, выполненных разработках и про продажи разработок, тех, которые выполнены в инициативном порядке. Это то, что касается новостей. Остальное – это плановая работа, проведется. Сейчас ведется разработка очень большого количества документов, документации, которые необходимы нам для аккредитации лаборатории, в том числе. Мы не только своими силами делаем эти документы, но еще и часть документов заказываем в специализированных организациях. Но, тем не менее, первичная информация за нами, для разработки этих документов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...